Здравствуйте! Телевизионная информационная служба Лиманского района приветствует вас. В студии Наталья Привалова. В этом выпуске мы расскажем вам о важных событиях в районе и области. Около 66 тысяч ветеранов, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также жертв нацистских преследований в Одесской области, до 5 мая получат разовую денежную помощь от государства. Речь идет об общей сумме в 58 миллионов 600 тысяч гривен. По данным Департамента социальной и семейной политики Одесской облгосадминистрации, в этом году размер этой помощи в среднем увеличен на 26% по сравнению с прошлым годом. Кроме этого, ежегодные денежные выплаты в размере 3 тысяч гривен из областного бюджета получат 450 инвалидов войны, проживающие в Одесском регионе. Данная материальная помощь будет осуществляться в соответствии с областной комплексной программой «Социальная защита населения в Одесской области» на 2018-2020 годы. С наступлением весны на территории Лиманского района резко увеличилось количество пожаров на открытых территориях. Регулярно регистрируются случаи возгорания сухостоя, мусора и камыша. Только в период с 7 по 9 апреля спасатели осуществили три выезда на ликвидацию возгорания сухой травы. Лиманский РСГУ ГСЧС Украины в Одесской области напоминает гражданам, что оставленный без присмотра костер или брошенный окурок может привести к масштабным пожарам. В период жары и ветра огонь может быстро перекинуться на жилые дома и тогда не избежать трагедии. Если вы заметили возгорание в лесах и на открытых территориях, нужно немедленно позвонить по телефону 101. В селе Паршатравне в Лиманского района на базе учебно-воспитательного комплекса прошел ежегодный фестиваль дружин юных пожарников. В нем приняли участие 13 команд. Кто же стал победителем, смотрите в нашем следующем сюжете. Элементарные правила безопасности должен знать каждый человек. И лучше всего, когда этим простым истинам учат с детства. Поэтому в школах проводятся различные уроки с участием сотрудников МЧС, а также конкурсы, где дети могут лучше усвоить важную информацию. В Лиманском районе уже 17 лет проводится фестиваль дружин юных пожарников. За последние годы он был такого масштабного действия, потому что все больше и больше ученик желают вступать до данных вузов. Вправность, майстерность, соответственно конкурсу. А уже компетентное жюри будет выяснять, кого отправить представлять Лиманщину на областный уровень. Оценивает участников компетентное жюри, в состав которого входят представители районного отдела образования и сотрудники МЧС. В 2013 году наша команда Лиманского района поселила первое место в республиканском фестивале дружин юных пожарников. Это традиция, и мы ее поддерживаемся и выполняем полностью, как отвечает. Это, по-перше, научение правил пожарной безопасности, безусловно детей, юных, ну и взрослым это также интересно смотреть за тем, как оно происходит. Участники каждой команды волнуются. Кто-то из них впервые выступает на фестивале, а кто-то уже одерживал победу. Мы в прошлом году заняли первое место на районном этапе, на зональном этапе, так и четвертое место на областном этапе. Это была для нас очень большая гордость, потому что мы смогли это сделать. Мы выиграли это место, и мы очень благодарны нашему району, что проводятся такие конкурсы, что дитина может показать другим детям, как нужно себя вести в ситуациях, что нужно делать, с чем не нужно заниматься и все другое. Ребята творчески подошли к выполнению правил конкурса. Одни пели песни и танцевали, другие в стихотворной форме рассказывали о правилах пожарной безопасности. Правила мы выучили, иначе знаем все, что делать нам. Не вмикай на кухне газ, раз, не клади за пить трава, два. За ради жизни, за счастье, с бей каждого дня идут пожарник, хирург и майстер. Люди завжди вважали священным вогонь. Они думали, что отпосланы им Богом, тому буквально молились на вогонь. Но знаете, в гневе он сердит и никого не пошкодует. Искра впала на подлогу, погасить, шесть, зачинить векно, когда в небе грим всем, у грозу под деревом не стейте. По итогам конкурса первое место заняли команды сел Александровка и Кордона. В селе Першатравнево, где проводились соревнования, сегодня уделяется должное внимание пожарной безопасности, особенно в детских учреждениях. Это случилось в Одессе с этим санаторием «Виктория». И у нас, когда построили садик, я уже не помню в каком году, по-моему, в 69-м или 70-м, точно не помню. И тогда по проекту почему-то не сделали пожарную сигнализацию. Мы как-то это внимание не обращали, так садиком занимались, ремонты делали, а за это по этим вопросам не обращали. И когда-то все случилось, я, конечно, задумался, все-таки у нас садик большой, на 260 мест, правда, там сейчас в ходе 195 человек, но все равно это очень большое количество детей. И мы в этом году решили, вот уже мы перечислили 30% смертной стоимости подрядчика, который будет выполнять работы. И в этом году мы делаем полностью два этажа пожарную сигнализацию детского садика. Идти в ногу со временем стараются представители старшего поколения, понимая необходимость постоянного саморазвития и осознавая высокий темп и ритм современной жизни. Наш следующий сюжет о людях, которые, несмотря на свой зрелый возраст, остаются молодыми и душой, и креативным восприятием социума. Учиться никогда не поздно, доказывает своим примером специалист Цычавской библиотеки Любовь Дяченко. В свои уважаемые годы она стала активным пользователем социальных сетей и даже завела свою страничку на Facebook, которую аккуратно ведет практически ежедневно вот уже последние полгода. Интерес к интернет-ресурсам у Любови Васильевны возник давно. Ее дети и внуки часто рассказывали о том, как много всего полезного можно прочитать на разных сайтах. Однако для зрелого человека, который всю жизнь читал книги и периодику в печатной версии, все это казалось очень сложным и почти непосильным. Ситуацию изменил случай. Мои дяди и внуки на Новый год подарили мне планшет. Все разом склались и подарили планшет. А на день народжения в апреле провели интернет. Но сначала были картинки, картинки, я снимала, мне нравилось снимать. А затем один из работников Сычавского дома культуры, Колесник Лариса, показала, какие еще возможности открывать планшет, интернет, социальные сети, почта. У меня дочка с границей работает, и я вынуждена была научиться этому, и общаемся с дочкой. Интернет, социальные сети и восхитили Любовь Васильевну, и разочаровали одновременно. Здесь действительно есть много прекрасного и полезного. Также есть много и негативного. Какой будет ее личная страничка в Фейсбук, Любовь Дьяченко не сомневалась. Я решила только, чтобы был позитив. И у меня старинка вся складывается, наверное, только с позитивом. Мои одногодки пишут, что у тебя старинка, что можно по ней учиться. Улыбайся, освещай всех улыбками. Ошибайся, веселее жить с ошибками. Не пугайся, в жизни всякое случается. Не сдавайся, все не сразу получается. Интернет-хобби в скором времени пригодилось и в работе. Через Фейсбук стало легко передавать информацию о проделанной работе в районную инстанцию. Быстрее можно оповестить о будущих мероприятиях жителей села, пользователей Сычавской библиотеки. При помощи планшета Любовь Васильевна читает последние новости в районе, где пишут позитивную информацию. Что хорошего сделано. И первая смотрит все видеосюжеты телевизионной информационной службы Лиманского района, подписчиком которой она является. А я поклонник программы, я постоянно дивлюсь, я, наверное, самая первая ставлю лайки, уже с меня смеются. Я каждое утро проснулася, иногда бывает вечером, я так жду, что будет что-то новое. Вот в ТИС-ТВ я вышла и дивлюсь, что сегодня нового. Вот, сегодня новое. С большим вниманием и уважением в Лиманском районе относятся к людям почтенного возраста. Визирский духовой оркестр, детский награждение Ставницера. Страницы в социальной сети помогают Любови Васильевне быть ближе к живущим в разных городах друзьям. Вот у нас учительки было 90 лет, дочка ее забрала в сквер под Киевом. И мы очень с Татьяной Васильевной хотели ее поздоровить. И мы через Фейсбук поздоровили, поздоровили своими песнями. Я спевала, Таня спевала, и мы дуэтом заспевали. Ольге Сергеевне написали слова хорошие. Что не очень нравится Любови Дяченко, так это интернет-книги. Их можно найти быстрее, но удовольствия от такого чтения не получишь. Еще пять лет назад исследователи из Университета Аризоны сделали вывод, что использование социальных сетей способствует умственной деятельности пожилых людей и улучшает их настроение. Исследование показало, что пожилые люди, которые умеют пользоваться популярными социальными сетями, чувствуют себя менее одинокими. Кроме того, у них улучшается память. Наш выпуск завершен. Телевизионная информационная служба Лиманского района желает благополучия, мира, молодости и красоты. С вами Наталья Привалова, и я прощаюсь. До следующих встреч на этом канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова